ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Почему вот так перекликается их лозунг, который они везде пропагандируют, нет войне, с тем лозунгом, который был написан на нацистских листовках, которые забрасывали в окруженной блокадой город Ленинград. Русский лозунг всегда звучал «Мы за мир», а нет войне – это то, что пропагандировали нацисты. Против них тут же были организованы карательные военные операции, и ни одна их подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиации. Именно избавить людей от этих страданий, от этих геноцидов является основной, главной причиной военной операции, которую мы начали на Украине. Сегодня Коношенко, по-моему, Коношенко, точнее, один из генералов заявил о том, что да, потери есть. Вот, потери российского Минобороны исчисляется 1350 человек, ну где-то так, за весь период боев. То есть, мы видели три цифра. Первое – это нет потерь, второе – это 500 человек, и вот сейчас заявляет о 1350. А вот, скажем так, это прогрессия. Она чем объясняется? Они решили не скрывать тех, кого уже привезли в качестве погибших, и там, не знаю, хоронят их. Действительно, как скрывать их? Больше 500, там, два с половиной, то и три раза. Вот как это объяснить? Да, все очень просто, Марк. Это наша с тобой эфир. Только поэтому? В частности, и вся подобная компания, информирование, которое ведется со стороны Украины. Ну, невозможно, как в России, информационный пузырь не сажают. Нас сейчас сколько смотрят людей из России? Десятки тысяч. Ну, сейчас нас… Не, ну, конечно, конечно. По итогу поднос очень много. Есть очень много результатов, которые люди… По миллиону просмотров у тебя, у меня там, или около того. Ну, значит, ясно, что люди понимают, что реально информация доходит. Скрывать это невозможно. Бесконечно мы обвиняли. Ты же их обвинял несколько раз на поддержании крайних эфиров, что они не сообщают. По потере несколько раз эта тема существовала. Мы, видимо, решили, вышли что-то сказать. Признали почти в два с половиной, в два и четыре раза больше. Чем прежде? Чем прежде, да. Ну, типа, вот, конечно, вы есть… Просто пересчитали календарную дату и признали, да. Почти по графику времени, который пошел. Ну, это же все. Ну, то есть, если бы их не дергали, они бы так и продолжили… Да, молчали бы. Да, просто молчали бы. То есть, дергание имеет значение, как это выясняется. Не, наверняка, потому что, во-первых, те, кто хоронит, те, к кому приходят похоронки, они же понимают, что исчисляются там в одном регионе только десятками, где-то сотнями. Ну, простите, если в одном только регионе, а со всей России везут ведь. Там и срочники, и контрактники, и все другие, и те, кто сверхсрочники, то, что раньше называли. То есть, как за ним могут быть пятистан. Знаешь, что делали, когда было восемь лет передачи? Старались дергать подразделения и добровольцев из очень разных районов России. Чтобы гробы расходились неравномерно. Ну, да. Не в одну-две области распределялись. Размазывались. В целом терялись. Но сейчас даже по региональной прессе российской очень хорошо видно, что туда привезли три гроба, туда шесть гроба. Если на каждый… Вот у нас есть люди, которые там анализируют все это. Они говорят, что даже маленькие города, 25 тысяч жителей, 40 тысяч жителей, туда уже по два-три трупа привезли. Ну, если в целом по России посчитать, это же колоссальная цифра. Ну, вот свежие данные у нас по 200-й бригаде морской пехоты российской. Значит, приехала батальонно-тактическая группа, это Печинга, Северный флот. Приехала батальонно-тактическая группа в Украину, 600, что-то там, 48 человек. Ну, 600 с чем-то. 600, да. И осталось живых только трое. Двое из них ранены. Один уцелевший. Из всех. Но они погибли в каком районе? Где их условно? Ну, они в зоне ООС их использовали, да. И там они убились от подготовленной обороны. Второй момент, значит, ну, и в разных местах там дергали, но преимущественно в зоне ООС. Значит, второй момент, и Хай, и под Харьковом, там, кто туда, два места не было. Второй момент, седьмая десантно-штурмовая дивизия, она же Горная, из Новороссийска. Значит, там скандал грандиозный, потому что военнослужащие одного из полков, более 50% написали, что они не хотят принимать участие в конфликте. Несмотря на то, что им сразу угрожают, думаю, годами заключения, они сказали, не, 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 мы как бы на это пойти не можем, отказались. В Ростовской области, вроде как, 12. Да, так и есть. Там у них отворка, бельяж такой очень известный. Он как раз-таки представляет их интерес, но это ОМОНовцы какие-то. Да, да, да. Ну вот и отказались ехать. Обсыпается эта история. Понимает, как бы, народ, что абсолютно безумная война. Безумная. Которая российскому народу не нужна, на самом деле. Не, ну это и дорогу в один конец. Ты ешь, они в другом привыкли. Да, причудо одного, как бы, да, группы нескольких товарищей Кремля, как бы, за которую почему-то должны погибать русские ребята по 16 тысяч за месяц. И тут же еще сюрприз, как бы, командующий 49-й армией по нашим данным, предварительным, но с очень высокой вероятностью, да, он приговорен. Да, погиб Чернобаловский. То есть на 10-й юбилейный раз. Ну, то есть, вот такая история. Как бы, если тут генерал-лейтенанты, как мухи, то о чем говорит Рыба-Бытинах? Ну вот, спрашивают люди, интересуются Херсоном. Здесь какая-то перспектива есть в дальнейшем? Пентагон радостно объявил, что... Пентагон я радостно объявил, что мы, как бы, же чуть ли все не подбивали. Да, да, да. И военные русские не контролируют город, россиянина. Но это не так. Как бы, трезво говоря, будем рассуждать трезво. Прижали их сильно к правому берегу Днепра, но все еще в Херсоне все еще боев нет. Все до преувеличения. Ну а если вот допустить, что все-таки, не знаю, через неделю, через две, раньше или позже, допустим, вдруг Херсон освободят. При общей позиционной ситуации той же, которая есть. Насколько это катастрофический эффект может произойти? Это единственный региональный центр, который, с областью говоря, занимает сейчас российская армия. И если вдруг раз, и все. А как же так? Вот чтобы... Она вот тоже так занимает, что вчера на облсовете вывесили огромный флаг Украины, демонстративный. Занимает она относительно. Они пытаются похищать активистов, мэров и так далее, и так далее. Рассказывают, что с 1 апреля будет тут Россия. Они же рассказывают сейчас всем эту сказку, знаете, да? Не знаю. С 1 апреля будет Россия. И если заберем, это будет катастрофический эффект для пропаганды военной. Да, потому что Канашенко ему придется объяснять, как это так они потеряли Херсон. Но, во-вторых, это будет... Ну, либо говорить мы его не потеряли, я говорю, что мы там находимся. Да, либо говорить не потеряли. Да. Это будет катастрофа для всего движения с юга. Потому что тогда поджимается группировка в районе Новой Каховки. Тогда же поджимаются те, которые прыгают в Меркодар и Запорожье, прямо пересекаются их пути снабжения. И вообще ситуация... И Мариуполь. Мариупольская группировка начинает разворачиваться, потому что, считайте, ей заходят в тыл. Там не такие великие РСТ, а не с верной точки зрения. Поэтому тут у них может быть горе. Но прежде чем это горе сделать, это надо сильно постараться. Не все так просто. Воевать трудно. Поэтому вот это героическое взятие Херсона обратно, не надо ждать его ни завтра, ни послезавтра. Это непросто. Хорошо. Но вот ситуация вокруг Киева. Потому что разные источники по-разному... Причем мы сейчас говорим не о московской пропаганде, а кто-то заявляет, что там чуть ли не кольцо. Кто-то, наоборот, говорит, отбросили к границе. Кто-то говорит, что, в принципе, позиционно ничего не изменилось. Сразу никого не отбросили. И полукольцо осталось полукольцом. Дальше продвижения нет. Потому что достаточно серьезные силы вокруг еще. Киева находятся российские. Идут позиционные возня. А не нас, мы их. Это все непросто. Так что быстрых и легких успехов здесь не надо ждать. Отжали от Киева слегка. Задачили там в том месте, где они находятся. Это уже хорошо. Что касается пропаганды, то здесь как раз тот случай, когда можно и послушать. Потому что Российское Министерство обороны в этот раз официально объявило, что оно меняет цели компании. А это что-нибудь достойно. Конечно, объявили они в основном в бравурном своем тоне, где первые цели компании выполнены. Как будто мы не помним, какие цели и какие сроки компании назывались. Первые этапы. Вообще этапы. Да, очень хорошо. Была одна молниеностная компания, теперь уже этапы появились. И вот заявили, что речи не идет о штурмах городов. Ну, хотя мы, конечно, можем. Сейчас вот задача, типа, сохранить контроль над зоной ОООС. Ну, там делаем. Так называемый ЛНР-ДНР. Расширить там. Отдель вопрос. А что так поскромнее ли, если операция развивается предельно успешно, все цели выполнены и погибло всего-то 1400 человек? Как же так? Что вдруг могучая вторая армия мира начала менять цели компании? А мы вот отрисуем эти вопросы не буду. Да. Потому что уже даже на их уровне официальной брехни невозможно не признавать того, что ни хрена не получается и надо изображать хорошую мину при плохой игре и показывать, что, ну, знаете, так и было задумано с самого начала. На самом деле. У нас тут даже карта есть, и на ней стрелки нарисованы. Но это отрождается и по передачам Соловьёва на его этом говноканале, на его говнопередаче, потому что там уже начались нотки про то, что оказывается, второй армией является не российская, а украинская. Но за... Европе. В Европе, да. А это как это? То они нам рассказывают, что тут как бы вообще такое ощущение, что воюют китменями. А оказывается, ни хрена подобного. Оказывается, вторая армия поездки российской. Одна из черт фашистского режима, пропаганда. Да. Это утверждение одновременно, что противники слабы. Это утверждение, что противники слабы и сильны одновременно. То есть, и это никого не смущает, ни производители, ни потребители, когда гонится примерно следующее, что да, они вообще ничего не стоят, эти позорные войска, украинское руководство, тупорылый украинский народ, развалил свои вооруженные силы, не могут сопротивляться. И тут же на голубом глазу произносится, что коварные наёмники, подготовленные вооружённые Западом, прекрасно владеют. А, и что вы хотите, что быстро? Как же мы быстро-то, если вы видите, к с кем придёте? Быстро не может быть, конечно. Такие звери приходится так долго возиться с ними. И так далее, и так далее. И одновременно, если точно по ору, благополучно существует в головах этих людей, никто даже не задается вопросом, как это может быть. Вот так вот, в двух соседних предложениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова